С вами Николай Пивненко. В проекте Дата сегодня 20 октября. Всемирный день статистики. Также сегодня Международный день авиадиспетчера. В 1961 году в Амстердаме создается Международная Федерация Ассоциации Авиационных Диспетчеров. Это событие явилось такой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения профессионального праздника, естественно, приуроченного к его дате – Международного дня авиадиспетчера. С момента образования число членов Ассоциации выросло до 133, и они представлены 50 тысячами авиадиспетчеров во всем мире. В России сегодня отмечается День военного связиста. В этот день приказом Ревоинсовета Советской Республики в составе полевого штаба было сформировано управление связи во главе с начальником связи. Служба связи выделена в специальную службу штабов, а войска связи – в самостоятельные специальные войска. Тем самым фактически и заложена структура современных войск связи. Также сегодня отмечается День Приморского края. Ну а теперь у родившихся. В 1891 год в этот мир приходит Джеймс Чедвик – английский физик, экспериментатор, который открыл в 1932 году «Нейтрон» – Нобелевский лауреат 1935 года. В 1927 году рождается Игорь Горбачев – советский российский актер, театр и кино, театральный режиссер, педагог, народный артист СССР. В 1931 году родился Игорь Масленников – режиссер, сценарист. Огромную известность ему принесли телевизионные фильмы «Приключения Шерлока Холмса» и «Зимняя вишня». 1949 год – день рождения Валерия Борзова – выдающегося советского легкоатлета, спринтера, двукратного олимпийского чемпиона и призера Олимпийских игр. Сегодня свой день рождения отмечает Владимир Соловьев – российский журналист, телерадиоведущий, писатель, актер и общественный деятель, кандидат экономических наук. Совсем еще недавно, казалось, мы с Владимиром Рудольфовичем работали вместе на радиостанции «Серебряный дождь». Но все течет, все меняется. О событиях этого дня. 1714 год. Петр I издает указ о запрещении строительства каменных домов по всей России, кроме Петербурга. По замыслу царя-реформатора, этот город должен был застраиваться только каменными домами. Запрет обеспечил быструю переброску на болотистые берега Невы в миг оставшихся без работы опытных мастеров-каменщиков со всей страны. 1835 год. Гоголь в письме просит у Пушкина сюжет для комедии. «Сделайте милость. Дайте сюжет. Духом это будет комедия из пяти действий, и, клянусь, будет смешнее черта». В ответ Пушкина дает Гоголю сюжет, который живо интересовал его самого. Сохранилась запись поэта. Кристин Свиньин приезжает в губернию на Ермонку. Его принимают за губернатор-честный дурак. Губернаторша с ним кокетничает. Кристин сватается за дочь. К концу января Гоголь закончит работу над ревизором. 1880 год. Открывается московский цирк на Цветном бульваре. Один из самых старейших в стране. Еще в 1919 по декрету Ленина цирк национализирован и станет первым государственным. Здесь начнется неувидаемая слава карандаша. Не единожды тут выступал солнечный клоун Олег Попов. На московском манеже засияла звезда клоуна с осенью в сердце Леонида Ингибарова, который называл себя заочным учеником Чарли Чаплина. В 1983 руководство цирком принимает народный артист страны, знаменитый клоун и артист Юрий Никулин. А в 1996 закрепилось нынешнее название «Московский цирк Никулина на Цветном бульваре». 1968 на Олимпийских играх в Мехико победу в прыжках в высоту с результатом 2 метра 24 сантиметра одержал американец Дик Фосбори. Именно он придумал оригинальный способ преодоления планки спиной к ней. 1970-й. Первый тираж «Спорт Лото» в Центральном доме журналиста. Формат базировался на игре Кено, одной из старейших в мире числовых лотерей. В советском варианте задействована «Формула 6,49». Игра сразу же массовая, и на первый тираж продается полтора миллиона билетов. Так хотелось выиграть. За одну неделю смогли продать. Победительницей первого розыгрыша становится 35-летняя Людмила Морозова, инженер-экономист из Москвы, которой достается главный приз, просто сумасшедший – 5000 рублей. Дело в том, что номера для выигрышной комбинации выбрала ее дочка. Так что слушайте с детей иногда. Для страны средняя зарплата, в которой на тот момент не превышала 200 рублей, сумма в 5000 рублей – гигантская. На выигрыш можно было купить новый автомобиль «Москвич». Как в том фильме. 1982 год. В 20.45 по московскому времени на стадионе «Лужники» происходит самая страшная трагедия в истории советского и российского спорта. Стадион еще не был оборудован крышей над трибунами и к началу игры успели очистить от снега и открыть для болельщиков только две трибуны, которые вмещали примерно по 23 тысячи зрителей. И большинство болельщиков, около 12 тысяч, предпочло трибуну, которая располагается ближе к метро. Матч проходит спокойно. Счет 1-0 в пользу «Спартака». Поэтому те, кто должен был добираться домой на электричках, начинают постепенно выбираться к выходу. Трагедия происходит на последней минуте матча. За 20 секунд до финального свистка Сергей Швецов забивает второй мяч ворота гостей. Услышав радостный рев фанатов «Спартака», успевшие покинуть трибуны зрители, ринулись обратно и столкнулись с потоком людей, которые идут вниз. Не выдерживают нагрузки металлические перила, из-за чего люди с большущей высоты падают на голый бетон. По официальной версии, в результате трагедии погибают 66 человек. По неофициальной информации, которая долгие годы не раскрывалась, в тот день лишились жизни около 340 человек. В 2000 год, около часа дня, 40-летний американский безработный из Мичигана Керк Джонс сумел впервые в истории без каких-либо плавсредств спуститься по Ниагарскому водопаду и остаться в живых. Джонс летит 50 метров вниз вместе с потоком, на несколько минут скрывается в пучине, а затем выныривает в метрах 100 ниже по течению и цепляется за камни. Там его и подхватили спасатели, с удивлением отметив, что покоритель Ниагары отделался лишь царапинами да синяками. Джонса оштрафовали и навеки запретили ему въезжать в Канаду. Как же это получилось, спросите вы? А ответ очень простой. Дело в том, что другой человек, который должен был снимать это все на камеру, был в таком пьяном состоянии, что не смог этого сделать. Остается задаться вопросом, а в каком состоянии был сам герой? Ну и последнее событие. Международный день поваров сегодня. В 2004 году на ежегодном съезде Всемирной ассоциации кулинарных шефов было единогласно принято решение об учреждении для поваров всего мира собственного праздника. Но куда же мы без поваров? В качестве праздничной даты принимается день основания самой ассоциации. Существует интересная легенда о женщине, чье имя дало название всей отрасли кулинарии или кулинарии, как любят говорить некоторые. Древние греки почитали бога врачевания Асклепия. Его дочь Гигея считалась хранительницей здоровья, а их верной помощницей во всех делах была кухарка Кулина. Как говорят мифы, ее блюда были необычайно вкусны. И когда греческий народ узнал о ее великолепной стряпне, он и провозгласил Кулину десятой музой. Так Кулина стала покровительствовать поварскому искусству, получившему вот это название. Первые повара появились в третьем веке до нашей эры в Греции. Первоначально они готовили пищу для особо почитаемых людей, естественно, воинов-царя. Повара готовили только из отборных продуктов и несли огромную ответственность за качество блюд. Позже профессиональные кулинары появились и в домах правителей, знати. Ну а потом и простой народ стали кормить повара. Помните, скажем спасибо нашим поварам за то, что вкусно готовят нам. Или проще, спасибо нашим поварам за то, что вкусно готовят нам. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата». С вами был Николай Пивненко.